О работе на руинах и о том, что пришлось пережить, студентам Зареченского технологического института рассказали ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы. Подросткам были интересные подробности той страшной аварии, как сооружался саркофаг над взорвавшимся четвертым энергоблоком и сколько времени разрешалось находиться людям в зоне радиоактивного заражения. Больше двух месяцев там никто не мог находиться. Некоторых отправляли от передозировки в радиоактивном облучении. Если человек получал мощное облучение, там был дозиметрический контроль, который за каждым следил. Почувствовать радиацию физически невозможно. Она невидимый и очень коварный враг. Последствия чернобыльской трагедии могли быть еще более тяжелыми, если бы не мужество и профессионализм десятков тысяч спасателей, военных, врачей, инженеров, других специалистов, среди которых были и зареченцы. Если бы не эти ликвидаторы, мы бы, не знаю, даже бы не жили так хорошо. У нас бы была загрязненная земля практически полностью. Мы бы не ходили так и не развлекались. У нас было бы меньше чистой земли. Урок памяти, чтобы не было беды, проходил в городском молодежно-досуговом центре «Ровесник». Студенты Зареченского технологического института задали ликвидаторам много вопросов. Подростков интересовала мощность атомного реактора, сроки возведения укрытия четвертого энергоблока, а также условия быта ликвидаторов. Встреча продлилась около двух часов, но даже этого времени молодому поколению зареченцев оказалось мало, чтобы узнать все детали той страшной техногенной катастрофы и того, что пережили добровольцы, спасая мир от невидимого врага. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».